МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашина Авакова, во сколько обошлись кроссоверы для автопарка нацполиции и сколько за них переплатили? Саммит стартовал. В Брюсселе съехались лидеры 28 государств Альянса. Чего ждать от глобальной встречи? Залог свободы. Задержанных во время вчерашней спецоперации бывших фискалов времен Януковича в течение суток доставляли в Киев вертолетами. И в одном печерском суде избирали меру пресечения. На практике оказалось, что имея деньги, камеры можно избежать. Как тех, кого обвиняют в нанесении государству ущерба в 96 миллиардов, по очереди отпускали? Расскажет Александр Васильченко. Задержанных во время масштабной спецоперации чиновников-фискалов в Печерске рассуд столицы как под копирку. Одного за одним выпускает на свободу. Заседания по избранию меры пресечения налоговикам, обвиняемым в хищении миллиардов, длятся не более 4-х часов. Суд за сутки рассмотрел ходатайство уже в отношении 10-х из 23-х задержанных. Трое уже вышли под личные обязательства. Пятеро освобождены под залог и только двоих подозреваемых суд оставил под стражей. Большинство задержанных свою вину традиционно отрицают. Арестованных фискалов обвиняют в причастности к преступной группировке, превышении служебных полномочий, присвоении бюджетных средств. По сведениям Генпрокуратуры, схемы по отмыванию денег разрабатывали и курировали экс-президент Виктор Янукович и бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Ущерб, нанесенный государству, составляет почти 100 миллиардов гривен. Несмотря на впечатляющие суммы, одним из первых под залог всего в 15 миллионов освобожден экс-глава Луганской налоговой администрации Александр Антипов. Во время его задержания силовики конфисковали сумку, в которой он вез почти 4 миллиона долларов. Общий ущерб государству от деятельности чиновника прокуроры оценивают в 7 миллиардов гривен. Однако и этот налоговик обвинение отрицает. Осилил залог в 12 миллионов гривен и бывший глава налоговой в Полтавской области Владимир Задорожный. Рекордные суммы пока назначили только бывшему руководителю государственно-налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку и экс-главе фискальной службы в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко. Бывших чиновников оставили под стражей с альтернативой внесения залога 100 миллионов гривен. Сколько вы готовы внести? Гроши, а вы будете? Я внести. Даже сейчас не могу по-настоящему сказать. 350 миллионов для вас это не проблема? 350 миллионов для меня это проблема. А 300 миллионов? Очень большая проблема. Готовы миллион гривен? Готовы миллион гривен, но это надо общаться с семьей опять же. Возмущен решениями печерских судей генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. Прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Арсен Аваков. Я очень рассчитываю, что сегодняшние заседания суда по ключевым фигурантам этого дела будут значительно более объективны. Если этого не будет происходить, мы будем садиться вместе с генеральным прокурором и думать о каких-то других реакциях. Мы будем обращаться в том числе за поддержкой к обществу. О каких именно других реакциях идет речь, министр не объяснил. Остается также непонятным, за какой поддержкой к обществу собирается обращаться Аваков и в какой манере далее намерен действовать главный силовик страны. Александр Васильченко, Диана Клочко, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Громкое задержание налоговиков и судебное решение по ним обсуждали и в парламенте. Хотя четверг обычно в Раде щедрное результативное голосование, сегодня нардепы особенно не утруждались. То ли еще не пришли в себя после вчерашнего отчета генпрокурора, то ли почувствовали близость выходных. Все подробности парламентского дня в сюжете Ирины Романовой. Вчерашняя облава на фискала в топ-тема в парламентских кулуарах. Когда я видела вчерашнее затримание, у меня было такое ответственное дежавю, когда на заседании уряда Яценюка демонстративно, публично вдягали наручники на руководителя Министерства надзвучайных ситуаций. После того голосного затримания, без извинения, сказали, что не нашли в их действиях склады злочину, вчера произошло абсолютно то же самое пиар-шоу. А пока у входа в сессионный зал идет активное обсуждение топ-новостей, в самом зале, несмотря на начало рабочего дня, шаром покати. Наконец, неспешно, в развалочку, нардепы занимают свои места. Депутаты спикера услышали, в первом чтении голосует законопроект о памятниках культурного наследия и во втором о национальных видах спорта. В перечне последних теперь боевой гопак, рукопашный бой спас и борьба на поясах. Но как только Порубий предложил уравнять количество парламентских комитетов и министерств, начались разногласия. Законопроект про реформу парламента був визначений, как компромиссный между всеми фракциями. И я очень прошу коллег, чтобы этот законопроект был подкриман. 200 за, прошу по фракциям. Стосовно изменений до регламента, которые пропонуются, в них не врахованы наши пропозиции. Они были сделаны кулуарно. Намагание идет и сегодня проштахнуть изменения, которые позволят еще больше закрепить узурпацию влады в парламенте с залишками правильной коалиции. Мы категорично против этого. Отказались нардепы также поддерживать кандидатуру от парламента в конкурсную комиссию по отбору членов НКРЕ. В топливно-энергетическом комитете остановились на Константине Запайщикове от Народного фронта. Константин Запайщиков имеет большой опыт в энергетике работы, почти 40 лет. Две люди предназначают Петро Порошенко за своей квотой президентской. И еще одна людина идет от парламентской фракции. Мы требуем максимально быстро призначитесь от парламента двоих незалежных кандидатов от сегодняшних керевных фракций. Если мы сегодня хотим незалежной комиссии НКРЕ КП, нужно голосовать за пана Геруса, которого поддерживала партия Батьковщина, снявши кандидатуру Алексея Кучеренко на пользу Геруса. И поэтому я прошу парламент проголосовать за незалежную людину и не поддерживать пана Запайщикова. 205 за. Вслед за первой НРДП провалили и вторую кандидатуру в конкурсную комиссию от БПП Юрия Шульгу. Почему я не голосовал? Потому что все люди ангажированы чинными коррупционерами, которые сидят на потоках. После провального голосования спикер предлагает включить в повестку дня еще почти десяток законопроектов. Это законопроект, который относится скасывание порядка 12-12-30. Отказаться от полуденного получасового перерыва НРДП не смогли, как и приступить к рассмотрению документов о судебной реформе. По медреформе вопросов в повестке дня не было, но в кулуарах о ней говорили. Реформа медицины – это долгий процесс. И он уже 25 лет происходит в Украине. На 26-м году мы чувствуем, что уже час подавать законопроекты, чтобы на самом деле сменить эту систему охраны здоровья. Мы пускаем принцип, что деньги идут за пациентом. Пока же деньги не могут получить даже врачи. Во вторник здесь же в Раде подчиненные госпожи Супрун жаловались на задержки с выплатой зарплаты. В профильных комитетах их, похоже, услышали. Найбільше реальное джерело доходов – это Нацбанк, 15 миллиардов – это выдача облигаций Национальному банку под маленькие процедуры. Было бы доцельно с этой суммы найти 3 миллиарда денег, чтобы покрыть разницу в оборудовании для социальной сферы и медиков в первую очередь. Дасть Бог в червне месяце, если уряд держит свое слово, то бюджетный комитет проведет заседание за один день. Сдерживает ли правительство слово, нардепы смогут поинтересоваться у министров уже завтра, во время еженедельного отчета Кадмина перед парламентом. Ирина Романова, Александр Васильченко, подробности, Телеканал Интер. А вот оппозиционеры требуют от спикера парламента отправить закон о языковых квотах на телевидении на экспертизу в Венецианскую комиссию. Об этом заявил нардеп Юрий Павленко. Есть нормы в данном законопроекте, которые порушивают и международные обязанности Украины. Эксперты должны осознать, что отвечает закон международным правовым нормам и стандартам, а также тем обязанностям, которые взяла на себя Украина. Напомню, проверку в Совете Европы так и не прошел закон о люстрации. Вот уже более двух лет там резко критикуют этот документ. Возможно, такая же судьба ждет и закон о квотах. СБУ не совершало ошибок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава ведомства Василий Грицак сегодня сообщил, сотрудники службы безопасности изымали диски камер видеонаблюдения только по одному адресу. Напомню, вчера Юрий Луценко заявил, что следствие совершило ряд промахов. В том числе не конфисковало одну из видеозапись, которая оказалась главной уликой. И только благодаря журналистам видео опубликовали. Нацполиция же ранее признали, могли допустить серьезные ошибки. И поэтому убийство Павла Шеремета почти год спустя не раскрыто. А тем временем сегодня в Киеве КОПам вручали новые гибридные кроссоверы. Напомню, вокруг тендера на покупку японских внедорожников зимой этого года разгорелся настоящий коррупционный скандал. И вот сегодня машины в Украине. Почему скандал разгорелся с новой силой, далее в сюжете. Историческое место столицы, Киевская крепость. 635 новеньких Митсубиши Аутлендер с гибридными двигателями по киотскому протоколу передали патрульной полиции. Вручить их из Токио прилетел лично президент японской корпорации Осаму Масука. Правда делегация из МВД во главе с министром Арсеном Аваковым на торжественную церемонию опоздала. Поэтому журналистам и пунктуальным гостям из Японии пришлось подождать. Когда опоздавшие подтянулись, началась официальная церемония. Слово взял премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Сначала он поблагодарил японских партнеров и пообещал, что правительство сделает все, чтобы на улицах украинских городов и сел был порядок. А потом обратился и к полицейским. Мы хотим, чтобы у вас была и техника, и все необходимые средства, чтобы вы эффективно выполнили свои задачи. Свой службовый обовязок. Стоимость гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander почти 1 миллион и 600 тысяч гривен. В ноябре прошлого года журналист Сергей Щербина совместно с бизнесменом и активистом Сергеем Тамразовым провели собственное расследование. Оказалось, японские автомобили покупают по завышенной цене. Общая переплата 9,5 миллионов долларов. Недовольство переросло в настоящий коррупционный скандал. После чего и сам глава МВД Арсен Аваков начал оправдываться в Фейсбуке и даже объявил, что убедил руководство Mitsubishi Motors в Японии сделать Украине скидку, о чем не забыл вспомнить и сегодня. Я хочу зараз публично подякувать пану президенту Mitsubishi за то, что он в ответ на мое прохание, принимая до уваги особенные условия развития полиции, надал скидку по закупиванию этих автомобилей и имеем на эту скидку 13%. Хотя юристы из Центра противодействия коррупции тогда уверяли, изменить действующий договор, за который уже выплачены деньги, невозможно. А значит и скидка не больше, чем блеф. Но даже с учетом снижения цены для такой большой партии автомобилей, цена все равно завышена, говорят активисты. На вопрос, почему понадобилась именно эта премиум-модель, министр отвечает так. Почему именно Mitsubishi Outlander? Mitsubishi Outlander? Да, данная модель. Потому что эта модель выиграла тендер и выиграла конкурс, который мы проводили в соответствии со всеми процедурами и законными требованиями. Но что удивительно, в национальном конкурсе участвовал всего один трейдер. А это значит, уверяют активисты, условия тендера специально прописаны под одного автодилера, Ника Диамант, которым владеет Владимир Гнатышин, давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко. Он, как и глава МВД Арсен Аваков, выходец из партии «Народный фронт». Для сравнения, в той же Польше полицейские ездят на бюджетных корейских Kiasit, стоимость которых в три раза меньше гибридных кроссоверов, приобретенных МВД. Даже в Европе, где бюджет предусматривают траты куда крупнее, привыкли тратить меньше. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интер». А вот у автомобилистов претензии к однопартийцам Авакова. Уже два дня подряд около 200 активистов перекрывают дорогу возле парламента. Требуют снять с регистрации законопроекта введение платы за пользование дорогами для авто с иностранными номерами. Авторы такой инициативы – нардепы из Народного фронта. Они предлагают взымать на выбор или 2 евро в день, или 350 евро в год за пользование разбитыми украинскими дорогами. Кстати, соавтор этого закона – глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак. Зачем ему новый налог на авто с иностранной регистрацией? Ответ на этот вопрос опубликовал у себя на странице в Фейсбуке правозащитник Сергей Наумович. Оказывается, у Бурбака общий бизнес с автомагнатом Тарелом Васадзе. Связывает их предприятие «Буковина Автоальянс». Нынешний нардеп с 2008 года был ИО-директора этой фирмы, а конечным бенефициаром значится как раз Васадзе. Получается, все сводится к защите бизнес-интересов олигарха. А вот главу Украфтодора Славамира Новака вызывали на допрос. Причем не в Украине, а в Польше. Ранее он возглавлял Министерство транспорта, строительства и морского хозяйства этой страны. Но потом из-за коррупционных скандалов его с треском уволили. Теперь же против Новака открыто еще одно дело. Следственная комиссия польского сейма заподозрила его в причастности к организации финансовой пирамиды «Амбер Голд», в результате деятельности которой пострадали 11 тысяч польских вкладчиков. Теперь Славомир Новак уже украинский политик и на своей странице в Фейсбуке называют расследование попыткой сведения счетов с ним и экс-премьером Польши, а ныне председателем Европейского совета Дональдом Туском. Транспортники и энергетики должны иметь право на забастовку. Такую инициативу предложил нардеп Сергей Каплин. Он подал в парламент законопроект, в котором предлагается снять ограничения не только с тех, кто занимается пассажирскими перевозками, но и со спасателей, связистов и энергетиков. Это необходимо для того, чтобы люди могли более эффективно отстаивать свои права. В качестве примера Каплин приводит в Черкассы Обленерго, где сотрудникам около полугода не выплачивают зарплату. Это ситуация, которая сложилась на Черкассе Обленерго. Там руками олигархии и министра юстиции, министра от Народного фронта Павла Петренко фактически паралізована деятельность предприятия. Петренко вместе с Печерским судом сделали абсолютно все, чтобы признать и дальше защищать на посаде руководителя этого предприятия пани Кузьминского, который, а теперь вдумайтесь, ходя под следствием в браслете продолжает руководить предприятие 4 тысячи простых украинских граждан, полгода не получают зарплату. В Одессе на требовательстве взяток поймали местных чиновников. Речь идет о коммунальном предприятии Одесса Транспарксервис. Вот кадры задержания подозреваемых. Видео выложили в сеть местные активисты. Операцию проводили сотрудники СБУ вместе с прокуратурой. По данным следствия, чиновники получали денежные вознаграждения от коммерсантов, которые занимаются парковочным бизнесом. Размеры взяток за различные согласования и решения варьировались в зависимости от размера и места расположения автостоянки. Суммы колебались от 2 до 5 тысяч долларов. Руководителя предприятия взяли с поличным. В его кабинете изъяли черную бухгалтерию и около 35 тысяч долларов. С самого утра в столице наряд полиции оцепила окружил здание госслужбы геологии и недр. Кабинет главы ведомства захватили неизвестное, сообщают в пресс-службе. Общественные активисты и сотрудники не понимают, почему еще не назначенный руководитель Олег Кирилюк и его зам прибыли на работу в 6 утра. Приказ об их назначении даже не вступил в силу. Да и захвата никакого не было, уверяют активисты. Настаивают, пришли с миром. По словам же правоохранителей, причина эвакуации в другом. Дескать, утром им поступил сигнал о заминировании здания. Осматривать помещение планируют до самого вечера. Нарази мы не совсем понимаем, как нам действовать, потому что на официальном веб-сайсе урядового портала не появилось предупреждения о призначении, о заменении. Они вывели всех сотрудников, и мы ждем. Позвонили по спецслужбе 102 и сообщили о заменении вказанной будильни. Сейчас у бухотехники обследуют территорию. Близько десятая. В Николаеве неизвестные пытались поджечь офис Ассоциации участников и инвалидов АТО. Ночью они бросили бутылку с зажигательной смесью в окно, но промахнулись и попали в соседний офис. Бутылка с керосином влетела в помещение, а вот горящая тряпка, которая выполняла роль фителя, застряла в окне. В результате кабинет главбуха местной дирекции фонда соцзащиты инвалидов не загорелся. Еще две бутылки остались на асфальте возле здания. Следы Гарри на тротуаре и разбитое окно рано утром обнаружила уборщица. Всевич Доки изъяла полиция. У нас есть предположение, что это могло быть в наш адрес, потому что наши кабинеты находятся тоже на втором этаже. И наша вывеска Ассоциации участников и инвалидов АТО три раза за последнее время обрисовывалась различными угрозами. Авдеевка уже третьи сутки под огнем вражеских градов. Достается как военным, так и мирным жителям. Несколько ракет взорвались посреди дворов, разрушив дома. Наши корреспонденты также попали в эпицентр обстрелов. Подробнее с линии огня в нашем материале. В позиции на так называемой Бутовке, вентиляционном стволе шахты имени Засядька. Это между Авдеевкой и Донецком. Сегодня здесь одно из самых напряженных мест в зоне АТО. Боевики используют исключительно тяжелое вооружение. С пятой ранку противник нас обстреливал с градов, партизан, переносный. Вот, значит, працювал танк с аэропорта, вот, и минометы 120 и 82. Все, что заборонено, они сейчас его засосовывают против нас. Вскоре убеждаемся в этом, что называется на собственной шкуре. Во время записи интервью внезапно начинается обстрел. То, что бачим, стараемся сбивать. Вскоре звучит еще несколько взрывов. По звуку, судящее сптура, тоже довольно серьезная сброя. Вот, противотанковая, какая значение. Ну, все, прилично. С каждой минутой взрывы становятся сильнее и все ближе. Это бьют грады. Установка «Партизан» стреляет одиночным боеприпасом. Всего прилетает пять ракет. Впрочем, никакого урона военным они не нанесли. Зато от такой хаотичной стрельбы страдают мирные жители. Южная околица Авдеевки, это крайняя улица, дальше начинаются позиции. Вот даже сейчас, днем, мы слышим, как стреляют, и периодически там что-то взрывается. Сюда прилетело сразу несколько ракет. К счастью, обошлось без жертв. Было две, а вторая куда-то улетела. Три дома напротив, повыскакали стекла, заборы. Хорошо, что никого не было. Как раз в 8 часов удали свет, все позаскакивали в хату и начали там, кто телевизор, кто шел. За день до этого несколько ракет уничтожили 4 дома в Старой Авдеевке. Один мужчина получил тяжелое ранение. Несмотря на перманентные обстрелы, здесь до сих пор живут люди. Куда я поеду? Я тут родилась, сын работает на заводе. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук, Яна Клочко. Подробности телеканал Интер. Ситуацию на востоке Украины обсуждают сейчас в штаб-порте Рената на встрече лидеров альянса в Брюсселе. Там сейчас работает наш корреспондент Алексей Пшемыцкий. Он на прямой связи со студией. Леша, здравствуй. Расскажи, есть ли уже какие-то результаты встречи и что именно говорят об Украине? Добрый вечер. Да, скажу, что ситуация в зоне АТО на повестке дня лидеров Североатлантического альянса. Замечу, что встреча только недавно началась, всего лишь несколько часов тому назад. Лидеры стран-членов альянса, в том числе и президент США Дональд Трамп, начали съезжаться в новую штаб-портиру НАТО в Брюсселе. Вот в это здание, которое вы видите за моей спиной. Скажу, что еще накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с лидерами НАТО поднимут вопрос выполнения минских соглашений, отвода тяжелых вооружений с линии соприкосновения, прекращения огня и проблемы с допуском наблюдателей АБСЕ в оккупированной территории. Отмечу также, что Столтенберг заявил, что и НАТО, и Евросоюз будут продолжать санкции против России. Давайте послушаем его комментарий. Вопрос России всегда будет на повестке дня НАТО. Также тема России будет фигурировать и при обсуждении повышения расходов альянса на оборону. Увеличение финансирования на коллективную безопасность и усиление присутствия НАТО в Восточной Европе – это реакция на агрессию России в Украине. Я поддерживаю санкции против России. Они чрезвычайно важны, как реакция на незаконную аннексию Крыма и невыполнение минских соглашений. Отмечу, что встречи лидерам НАТО проходят в условиях чрезвычайных мер безопасности. Еще со вчерашнего вечера центр Брюсселя практически весь перекрыт. Над городом кружат военные вертолеты и истребители. Скажу, что также вчера здесь прошли масштабные акции протеста против визита Дональда Трампа. Но, собственно, напомню, что президент США называл Брюссель не иначе, как дословно «адская дыра». А вот что касается НАТО, он говорил о том, что Североатлантический альянс устарел. Собственно говоря, понять, какова позиция нового главы США относительно сотрудничества с НАТО и членства США в Альянсе. Главная задача лидеров стран-участниц НАТО. Ну и, конечно же, одним из главных вопросов это будет борьба с терроризмом, а и, собственно, присоединение НАТО к коалиции против ИГИЛ. Отмечу, что здесь же присутствует и премьер-министр Черногории, которая уже этим летом станет 29-м новым членом Североатлантического альянса. Ну, как я уже говорил, встречи только начались, а сегодня в 10 вечера по Киеву запланирована пресс-конференция Йенса Столтенберга. И мы узнаем, до чего же договорились лидеры альянса. Леш, спасибо тебе за информацию. Это был Алексей Пшемынский. Он, напомню, в Брюсселе следит за саммитом НАТО. Бывший, но любимый. Десятки тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы послушать экс-президента США Барака Обаму. Он прилетел в Германию, чтобы вместе с Ангелой Меркель принять участие в так называемых церковных днях. О чем Обама говорил с Меркель и как канцлеру Германии удалось сегодня встретиться еще и с Дональдом Трампом. Расскажет Татьяна Лагунова. Два американских президента за один день, бывший и действующий. В эти минуты Ангела Меркель в Брюсселе проводит переговоры с лидерами НАТО, среди которых и Дональд Трамп. Ну а сегодня днем канцлер встречалась с президентом бывшим Бараком Обамой. Он сам прилетел к ней в Берлин. То, что Обама уже экс, было заметно даже по мерам безопасности. Город не перекрывали, да и контроль на мероприятии с его участием был скорее символическим. Но тем не менее, чтобы послушать публичную дискуссию Барака Обамы с Ангелой Меркель, в центре Берлина собрались десятки тысяч человек. Я фанатка Барака Обамы. Приехала специально ради него в Берлин. Он всегда думал о людях и защищал настоящие ценности. Обама публику не подвел. Он признавался в любви к Берлину и политических симпатиях к Ангеле Меркель. Он поддержал миграционную политику Германии и призвал мир сплотиться ради демократии. И не упустил возможности уколоть своего преемника Дональда Трампа, не называя его имени. Конечно, есть вещи, о которых я сожалею. Мы не смогли обеспечить медицинской страховкой всех граждан. Очевидно, что некоторые наши успехи сейчас в опасности. И в США продолжаются дискуссии на эту тему. Но мы сделали жизнь 20 миллионов человек лучше, введя стандарты, на которые можно опираться. Что думает о выступлении Обамы Дональд Трамп, неизвестно. Но официальный Берлин заявил, действующего президента США заранее предупредили о встрече Ангелы Меркель с президентом бывшим, чтобы не обиделся. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот о чем вы узнаете после короткой рекламной паузы. Расстрел мотоциклиста. Кого подозревают в дерзком преступлении в столице. Всеукраинское турне. Как львовский мусор добрался до столицы и где его еще обнаружили. В свете софитов. Чем покорил Аканский фестиваль украинская кинолента. ДТП за смертельным исходом в Новгородской области России. Из шести погибших пятеро украинцы. Трагедия произошла сегодня утром. Вот кадры снятые на видеорегистратор из проезжавшей мимо машины. Трагедия произошла из-за столкновения грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе М-10 в окрестностях Новгорода. На место происшествия выехал украинский консул. Дерзкое убийство в одном из спальных районов Киева. Во время движения по одной из основных магистралей Харьковскому шоссе был убит мотоциклист. Полиция ищет преступника. Почему следствие напоминает поиски иголки в стойке сена? И что глава МВД обещал киевлянам почти год назад? Все детали в нашем материале. Все произошло вчера вечером на загруженном шоссе. Из легкового автомобиля выстрелили в мотоциклиста, который возвращался домой на соседнюю улицу. Пораненым выявился 36-летний киянин, который при надании медической допомоги помер в корыте швидкой медической допомоги на месте подъема. Отпрацовывается версия про то, что киянин отримал поранение вагонепальное при раптово выниклом конфликте между участниками дорожнего руха. Интернет-ресурсы со ссылкой на свои источники в нацполиции сообщили, что подозреваемый в расстреле вице-чемпион мира по борьбе с УМО Дмитрий Слепченко. Он якобы скрылся на автомобиле СИАД желтого цвета. Федерации СУМО Украины не верят в эту версию. Президент организации говорит, что с детства знает возможного подозреваемого. Президент Федерации СУМО утверждает, что даже не пытался связаться со Слепченко или его родственниками. Полиция к главному СУМОисту страны пока тоже не обращалась. Хотя в столице и проводят операцию перехват. Помочь расставить точки над И, то есть выяснить, кто именно стрелял мотоциклиста, могли бы камеры видеонаблюдения. Почти год назад глава МВД Абаков отрапортовал о том, что в столице запустили пилотный проект видеофиксации нарушений на дорогах. О каких-либо результатах отчетов не было. Зато в министерстве постоянно рассказывают о том, сколько тысяч видеокамер для этого нужно и во сколько миллиардов гривен обойдется проект. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Свидетели стороны обвинения по делу Александра Ефремова заявили о давлении на них следствия. Об этом они сообщили судьям на двух последних заседаниях. В частности, бывший глава Новоядарского совета заявил, что прокуроры трижды принуждали его давать ложные показания против экс-главы фракции партии регионов. Напомню, Александра Ефремова обвиняют по пяти статьям, в том числе в госизмене. Судебные заседания длятся уже почти полгода и пока безрезультатно. В течение почти двух месяцев переводили в разные камеры с уголовниками, убийцами, наркоманами. После полутора месяцев, когда мы уже начали задавать вопросы, чего мы здесь находимся, меня вызвали в генеральную прокуратуру. Со мной начали вести беседу другую. Сказали, что если вы сможете что-то вспомнить или хорошо подумаете и дадите показания против Ефремова, луганское дело будет закончено, у вас очень быстро. Отчего я точно так же отказался. В Кропивницком протестовали фермеры. Повод – рейдерский захват сельхозпредприятия в селе Бережинка. Напомню, два дня назад противостояние собственников закончилось перестрелкой. Почему бездействуют силовики? Подробнее наш корреспондент Елена Брынза. В центр Кропивницкого в 10 утра на митинг съехалось несколько сотен фермеров. Точкой кипения стали события в Бережинке. Напомним, два дня тому конфликт между старым и новым владельцами сельхозпредприятия закончился перестрелкой из охотничьих карабинов. Результат – трое раненых. Шестерых охранников задержала полиция. Открыли производство по статье хулиганства. Фермеров такие меры не успокоили. Люди, которые хлебороби по жизни, они чувствуют себя в чем-то заручении ситуации. Я не скажу, какая правота там или там. Но рейдерские захопления – это у нас уже стандарт. Участники сегодняшнего митинга требуют привлечь к ответственности чиновников, правоохранителей и нотариусов, замешанных в рейдерских схемах. А также лишить лицензии охранные фирмы, участвующие в захватах. На сегодня каждый нотариус имеет доступ к государственному реестру. Какое право он имеет вносить в установки документов изменений без властника. Это все, ну, как говорится, они спеучастники этого злочину. Они не имеют никакой ответственности. Резолюцию с требованиями фермеры хотели отдать лично в руки губернатору области Сергею Кузьменко. Но его на месте не оказалось. Петицию передали секретарю. Фермеры предупредили, если рейдерские захваты не остановят, организуют всеукраинскую акцию протеста. Только за прошлый год, по данным Ассоциации фермеров, рейдеры захватили более 7 тысяч сельхозпредприятий. И Кировоградская область – лидер в этом антирейтинге. А вот статистики о раскрытых делах у правоохранителей нет. Видимо, хвастаться нечем. Елена Брынзова, Владимир Кувакин, подробности, телеканал «Интер», Кропивницкий. Фуры с львовским мусором сегодня побывали сразу в нескольких регионах. Их обнаружили возле Киева и Днепра. Кое-кто из незваных гостей успел выгрузить отходы. О всеукраинском турне львовского мусора расскажут наши корреспонденты. В село Бузовая, в 30 километрах от столицы, на окраине кучи мусора. Их сюда привезли 4 грузовика. Две фуры местные жители смогли задержать. Люди заблокировали автомобили. Два автомобиля уехали, а два автомобиля. Один еще груженый стоит, один уже выгрузился. Водители признаются, груз везли из Львова, но куда именно следовали, заранее не знали. У нас отправили из Львова. Сказали, вам подзвонят. Нам подзвонили по дороге. Сказали, где встретить. Все. Кто дал такие странные указания водителям, разбирается полиция. Вот местные жители уже провели свое расследование. Рассказывают, грузовики ехали в сопровождении Ауди с литовскими номерами. Была тут машина. Был такая людина в черном одягнутом. Мы его споймали звезды. Непогано зарабатывают деньги, в том числе, ухиляющись, может быть, от сплаты этих податков. А вот в Днепропетровской области двум фурам из Львова выгрузить отходы не удалось. Их остановили патрульные. В кузове обнаружили 40 тонн мусора без разрешительных документов. Полицейские сразу же направили автомобили за пределы области. Тем не менее, городской голова Львова Андрей Садовый уверяет, дискописку отходов еще нужно доказать. Если выявляются факты, и это действительно связано с местом, покорания максимально жестокие. Но важно, чтобы было качественное расследование. Потому что сметки в Украине очень много. И связывать все с Львовом не всегда корректно. Пока ни одного перевозчика отходов из Львова это максимально жесткое наказание не коснулось. Мэрия разорвала договор только с одной компанией. Да и то за несвоевременный вывоз отходов из Франковского района Львова. Галина Якушко, Полина Спасенко, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. В работу новой почты вмешивается государственная фискальная служба. Официальном заявлении руководства компании подчеркивается, фискалы осматривают все без исключения посылки. Фотографируют и снимают на видео прием бандеролей с авиа и даже автомобильных рейсов. При этом каких-либо нарушений, которые давали бы основания для такого усиленного внимания, с их стороны не найдено. Осмотр международных посылок проводится уже пятый день. Это грозит повальными задержками доставки грузов. Никаких нарушений не выявлено. Мы сделали обращение в государственную службу. И прокуратуру сейчас планируем на противоправные действия со стороны представителей государственных органов. В Новой Зеландии впервые запустили ракету с частного космодрома, а в США почетным дипломом наградили не только выпускника университета, но и его маму. Об этом и не только в нашем международном обзоре. Сверхлегкая ракета-носитель «Электрон» успешно стартовала с частного космодрома в Новой Зеландии. Она достигла орбиты через 2,5 минуты после старта. Ее скорость 27 тысяч километров в час. Новой Зеландия стала 11-й страной в мире, с территории которой была запущена космическая ракета. Королева Великобритании в детской больнице Манчестера навестила детей, пострадавших в теракте. Она пообщалась с пациентами и обсудила с ними концерт, назвав Ариану Гранде очень хорошей певицей. Елизавета II поблагодарила медиков за работу после трагедии на Манчестер-арене. Университет Южной Калифорнии присудил почетную степень матери-выпускника. Джуди посещала все занятия со своим парализованным сыном. С ним пару лет назад произошел несчастный случай. Марти упал с лестницы. Его мама настояла, чтобы сын учился в университете. Так как Мартин не может писать все тесты, Джуди записала под его диктовку. Когда женщине вручали диплом, все родители и выпускники аплодировали стоя. Украинская премьера в Каннах. Меньше часа назад закончился показ фильма «Кроткая» режиссера Сергея Лозницы. Чем пытается покорить искушенную кинопублику украинец, узнаем у Светланы Чернецкой. Все софиты на знаменитой красной дорожке в Каннах направлены на украинца. Это день премьеры фильма «Кроткая» режиссера Сергея Лозницы. Фильм отобрали в конкурсную программу. И он претендует на главную премию – «Золотую пальмовую ветвь». Ему не привыкать попадать под свет прожекторов на этом престижном кинофестивале Сергея Лозницы уже в третий раз. Оба предыдущих фильма «Счастье мое» и «В тумане» были благосклонно восприняты критиками. Теперь черед Кроткой. Это история молодой женщины, пытающейся выяснить, что случилось с ее мужем в тюрьме. Ее то запугивает, то обнадеживает. Место действия фильма – это современная Россия. Но я прекрасно просто знаю это пространство. И она продолжает все те же традиции этой Российской империи или Советского Союза. И там же есть еще отсыл в фильме к Ивану Грозному, например, «Царская невеста» Римского-Корсакова. И ничего не меняется. Фильм восприняли весьма неоднозначно. Картина либо категорически не нравится, либо ее считают лучшей в конкурсе этого года. Исключительно украинским этот фильм не назовешь. Кроткая ко-продукция семи стран – Франции, Германии, Нидерландов, Литвы, Латвии, России и Украины. Но режиссер обещает в следующем году привезти в Канны целиком украинскую ленту. И, возможно, это будет фильм «Донбасс» о событиях на Востоке. Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер» из Канн, Франция. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин